Привет! Ну что, сходили, проголосовали, убедились окончательно, что в России нет настоящих выборов, причем уже давно. Ну а также убедились, наверное, в том, что власти на самом деле одни жулики и воры. Что самый главный вор сидит в Кремле. И все его знают. И то, что прошло у нас в стране с 17 по 19 сентября этого года, это не выборы, нет. Это, скорее всего, спецоперация, которую планировал наверняка самый главный выгодополучатель, сидящий в Кремле, господин Путин. Ну, планировал он ее, понимаете, для чего. В 2024 году будут проходить его выборы. Ну, по-другому я это назвать не могу. И, соответственно, нужно подготавливать почву уже к тем выборам, которые будут называться президентскими выборами. Ну, это, соответственно, будет так же мало похоже на выборы, уже все все понимают. Ну и если учесть то, что сроки он себе обнулил еще в том году, то легитимность его окончательно будет приравнена к нулю уже в 2024 году. Потому что тогда истекают его сроки. Сроки, которые хоть как-то еще с натяжкой можно назвать законными. Ну, и то это уже совсем не так. Ну, давайте вернемся к прошедшим, так сказать, выборам. Очень странно. Ну, даже не странно, а вполне понятно, почему. Получается, что партия Единая Россия, которая реально, ну, если смотреть даже по голосованию по регионам, набирала не более там 32-33%, вдруг внезапно получает около 50% и занимает все тоже большинство в Государственной Думе. Ну, какой это нахрен парламент? Это не парламент. Ну, этот парламент легитимным считать нельзя. Лично я его таким не считаю. Тот путь, который был взят в начале 2000-х годов, этот путь продолжается. Это тренд, направленный на дальнейшую узурпацию власти. Самый главный обитатель Кремля уже давно, наверное, считает себя не президентом, а королем, наверное, каким-то. Если только ватным. Потому что то, что происходит сейчас, это уже просто-напросто... Это просто пи***ц, ребята. Это просто такой пи***ц, что просто словами не описать, насколько это пи***цовая ситуация. И эти прошедшие выборы, это голосование, это прекрасно показало, что власть не желает передавать свои полномочия другим и не собирается проводить демократические, честные выборы. То есть реальную законную процедуру, которая в нормальных странах демократических способствует мирной передаче власти, мирной смене власти для того, чтобы страна развивалась, развивалась в демократическом направлении. У нас же получается, что Путин со своей шайкой пришел к власти в начале 2000-х годов. И основная цель его и его компании это дальнейшее удержание власти и больше ничего. Прекрасно понимаем, что оставить власть они просто так не могут. Мы творили столько косяков, совершили столько преступлений, украли столько денег, еще убили столько людей, что оставлять власть это равносильно попасть в тюрьму. Ну и непонятно, что дальше. Ну может быть не только в тюрьму, может быть еще куда-то, в другое место, я не знаю. Перспективы, конечно, у них, наверное, не очень радужные. Если учесть все это, то можно понять, почему происходят такие фальсификации на выборах, почему власть не хочет, чтобы настоящие голоса граждан на таких вот голосованиях доходили до своего результата. И они не хотят, чтобы граждане могли с законным способом влиять на положение дел в своей стране. То есть они хотят, как я уже сказал, оставаться в власти до конца, то есть пожизненно. Ну потому что это единственный способ избежать тюрьмы, избежать трибунала международного и всего остального, что связано с всеми теми косяками, которые они натворили, находясь у власти. Очевидно, что поменять эту власть на выборах мы уже никогда не сможем. Мы поняли, что такое выборы путинской России, что они себе представляют и для чего они нужны, как они проводятся. Остается не так уж и много вариантов, и когда эти варианты будут воплощены в жизнь, зависит только от нас. Проблема в том, что путинский режим, он учится на ошибках, которые допускали такие же аналогичные режимы в соседних государствах. Это Беларусь, Украина. Путин смотрит и видит, что надо делать, что не надо делать. Он готовится уже к тому, что может ожидать его здесь. Проблема еще в том, что большие ресурсы задействованы на то, чтобы удерживать эту власть. То есть все ресурсы страны практически работают на безопасность и удержание этой власти этим режимом. Больше ничего. Часть ресурсов еще идет в карманы, то есть они разворовываются. В этом-то вся и проблема. Ресурсы очень серьезные. Проблема еще и в том, что большинство граждан просто спокойно проглатывает это все. Проглатывают эти выборы, фальсификации с голосами. Людей тоже можно понять, люди запуганы. Еще проблема в том, что они аполитичны. Основная масса людей интересуется политикой. Им внушили то, что интересоваться политикой это неинтересно, это неправильно, это некрасиво. Ну, на самом деле интересоваться политикой нужно, потому что от этого зависит судьба у вас, ваших детей, внуков и вообще всей страны. Ну, а власть пытается нам внушить, что это неправильно, это не модно, так сказать. На самом деле, все наоборот. Не так давно я разговаривал с одним человеком, который работал в составе бригады строителей в Сибири. И там они строили, с его слов, глубокий не то дворец, не то бункер, глубиной минимум восемь этажей. Якобы для первого лица государства. Учитывая то, что Путин и Шойгу в последнее время очень сильно зачастили в сибирские просторы, я думаю, эта история заслуживает того, чтобы быть правдой. Особенно, если взглянуть на место расположения Сибири, это стратегическое расположение вдали от западных границ прекрасное место для строительства убежища. Правда, к чему они готовятся, там я не знаю. Хочу напомнить, что Алексей Навальный до сих пор находится в местах лишения свободы незаконно по политическим мотивам, и он немедленно должен быть освобожден свободу Алексею Навальному и другим политзаключенным. У меня на сегодня все. Это была моя точка зрения. Соглашаться с ней или нет, как всегда, решать только вам. А пока ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok